Малый бизнес в Нижегородской области всегда может рассчитывать на поддержку со стороны правительства региона, причем как на этапе открытия нового дела, так и в процессе модернизации существующего производства. Помощь от власти может быть и финансовой, и административной. Где ее можно получить и какие виды поддержки существуют на сегодняшний момент, рассказал заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. На сегодняшний момент действует очень много мер государственной поддержки. Я бы, наверное, их разделил на несколько. Это налоговое законодательство изменяется и меры финансовой поддержки, которые реализуются министерством и нашей инфраструктурой. В первую очередь я хочу сказать, что мы продолжаем такие меры поддержки, как компенсация затрат на покупку оборудования и компенсация затрат по первому лизинговому платежу. На сегодняшний момент мы практически все заявки, которые есть, у нас удовлетворили. Конкурс идет только по компенсации затрат на оборудование. Мы итоги подводим до 1 сентября, мы уже подведем итоги по предпринимателям, которые получат в этом году эту поддержку. У нас был такой механизм поддержки, как гранты. На начало собственного дела мы выдавали гранты в прошлом году еще по 300 тысяч рублей. В этом году было принято решение увеличить финансирование муниципальных программ, где предусмотреть в районах выдачу этих грантов. То есть мы сейчас проводим конкурс муниципальных программ среди районов области на софинансирование их мероприятий по поддержке предпринимательства, где предприниматели смогут получить в том числе гранты на начало собственного дела. По нашему мнению, главам администрации виднее, какие проекты для них важны в районах, и поэтому мы вот такое право передали муниципалитетам. Победит 14 у нас муниципальных образований, заявки подало 19. Поэтому в тех районах, кто активно уделяет, главы районов, которые активно уделяют развитию малому бизнесу свое внимание, они будут достойны получения средств областного и федерального бюджета на развитие предпринимательства в своем районе. Я считаю, что это должно стимулировать других глав, вкладывать деньги в развитие малого предпринимательства, ну и выполнять указ президента на держать курс на развитие и создание условий для развития предпринимательства в своих районах. Также у нас создано агентство кредитных гарантий, которое дает возможность получать гарантии при недостатке залога по кредитам. Мы даем возможность использовать государственные средства при получении залогов до 20 миллионов рублей. Таким образом, мы даем возможность предприятиям получать более серьезные кредиты для расширения своих производств. У нас действует система микрофинансовая организация, в которой можно получить микрозаймы до 3 миллионов рублей под 11,5% годовых. Это государственные деньги, здесь нет никаких скрытых процентов. Мы даем как на оборотные средства, в том числе предприятиям, которые занимаются реализацией подакцизных товаров. Это буквально с прошлого года. Есть автокредиты, которые у нас достаточно активно пользуются у предпринимателей, те, которые берут автомобили в кредит. Поэтому можно использовать этот инструмент для покупки автомобилей. Я хотел бы рассказать о федеральных инструментах, с которыми мы работаем. Вы знаете, что создана Федеральная корпорация развития малого предпринимательства во главе с Браверманом. Сейчас у них есть 100 миллиардов рублей актива, где 50 миллиардов они используют гарантийные фонды, и 50 миллиардов они выдают кредитных средств. То есть у них есть программа 6+, есть федеральные банки, и сейчас у нас несколько региональных банков проходит аккредитацию, где корпорация будет компенсировать проценты банкам, чтобы сделать более доступными кредиты для малого предпринимательства. Поэтому по их программе можно получить кредиты под 11% для средних компаний, под 12% для малых компаний. Всю эту информацию можно узнать тоже в нашем министерстве. Мы с прошлого года реализуем проект с многофункциональными центрами в районах области, поэтому консультацию по поддержке своего бизнеса можно получить в многофункциональных центрах. Также практически в каждом районе у нас созданы центры поддержки предпринимательства, дома малого бизнеса у нас нет только в двух районах, поэтому любой центр компетентен, и мы проводим систематические обучения по нашим мерам государственной поддержки. Поэтому в районных администрациях, в бизнес-инкубаторах, которые мы развиваем активно, ну и плюс наше министерство, конечно, всегда открыто для предпринимателей, можно позвонить, прийти и получить достойную консультацию.